приветствую всех постоянных зрителей а также тех кто смотрит это видео случайно вы на канале остров сокровищ и сегодня наша традиционная встреча от субботы до субботы сначала я бы хотел поблагодарить всех постоянных подписчиков моего канала те кто комментирует мои видео и просто смотрит в прошлом видео я просил написать в комментариях из каких стран вы смотрите конкретно этот мой канал я прошлом видео упоминал то что канал смотрит понятно конечно же из украины россии молдовы эстонии польши откликнулся на мой просьбу лишь только один человек тот который указал что смотрит канал еще из соединенных штатов америки поэтому друзья пожалуйста не стесняйтесь пишите из каких стран вы смотрите мои видео и я бы хотел начать видео с тем что сообщить вам так как я понимаю то что как бы большой число те кто смотрит канал из-за рубежа в четверг в украине праздновался праздник большой это день вернее праздник покровы пресвятой богородицы он отмечался 14 октября это был четверг и я был на почтамте сделал спецгашение посвящен специально этому празднику но кроме этого праздника почему собственно говоря выходной у нас но также как выходные дни у нас два рождества те которые празднуют по восточному стилю и по западному стилю конечно же пасха конечно же троица это все выходные дни в украине и также праздник покровы пресвятой богородицы он праздновается как день защитников и защитниц отечества это первый праздник который второй праздник это тот которым я уже говорил это покрова и также празднуется день создания у nr и день украинского казахства вернее день создания упал украинской поставщикской армии а 13 числа накануне было спецгашение это 100 лет трагедии базар это была последняя битва украинской народной республики против большевиков те которые пришли к нам с востока и и трагедия конкретно этого базара это то что в этот день расстреляли 350 военнопленных безоружных понятно украинских солдат ну и перейдем к следующему новостям если вы помните в прошлом своем видео так его даже заглавил то что архистратиги были распроданы оказывается я ошибался архистратиги не все были распроданы и в понедельник национальный банк на странице онлайн магазина я чуть попозже в общем то объясню потому что были вопросы среди подписчиков что это такое и как это все работает значит появилась новость о том что с 10 часов утра будут доступны монеты и памятная медаль но я про памятную медаль рассказывать не буду хотя она интересна только с точки зрения тиража и эта медаль 25-летию конституционного суда и она была выпущена всего лишь навсего тиражом 10 тысяч но это уже интересно а также с 10 часов утра нам обещали то что будут наличие возможно будет купить инвестиционную монету но она вообще так называется архистратиг михаил но это конкретно специальный тираж к 30-летию независимости украины таких монет предлагалось к продаже всего лишь навсего 2000 экземпляров и также обычный архистратиг михаил тоже общем предлагался к продаже но уже в количестве две с половиной тысячи штук но это конкретно архистратиг первого года выпуска 2011 года а это конкретно архистратиг михаил 2021 года и я уверен то что эти монеты те которые продавались в интернет магазине они были уже конкретно 2021 года по состоянию на 10 часов утра обычного архистратига михаила не было в продаже а был только архистратиг вот этот вот юбилейный и по состоянию на 11 часов 30 минут 11 часов 30 минут таких архистратигов вернее 30 специальных монет вот этих серебряных всего лишь навсего наличие было 351 монета а в 2 часа дня этих монет не было вообще но зато в 2 часа дня потом появились вот эти монеты серебряные инвестиционные и по состоянию на среду 13 октября в 16.30 таких архистратигов было 1241 из двух с половиной тысяч те которые реализовывались с предыдущего дня то есть за один день была раскоплена половина монетки которые предлагались к покупке причем что интересно если во вторник стоимость серебра была 22 доллара 53 цента в среду стоимость серебра была 23 доллара 35 центов то есть на доллар подорожало в четверг я смотрел вечером в 10 часов вечера этих архистратигов было всего лишь навсего 1099 штук сегодня суббота и я по состоянию ну перед началом когда писал это видео я проверил сколько этих архистратигов серебряно всего 976 штук по цене 862 гривны точно такая же цена как была и в среду она не изменилась так как изменился курс серебра и эта монета по-прежнему еще возможно к покупке поэтому если у вас их нету я советую их все-таки немножечко прикупить также о след о других новостях те которые я сегодня хотел вам рассказать и так я хотел вам рассказать что 15 числа на странице онлайн заказа можно было заказать монету посвященную 400-летию хоттенской битвы это битва против османской империи так вообще-то это была битва речи посполитой командовал этими войсками пан ян кароль хаткевич а запорожскими войсками командовал гэтман петро сагайдачный ну и вот я как-то случайно попал на спецгашение этого конверта я сделал такой вот кпд и вот 15 числа можно было заказать эту монету ну и понятно там на монете был портрет конечно же не ян кароль хаткевича а сагайдачного вот ну такие вот новости поэтому я бы сейчас хотел бы немножечко прояснить дело то что в украине возможно приобретение монет прямо в м д и туда чего допустим нет нет в россии то есть центральном банке россии приобрести монеты невозможно у нас возможно это сделать двумя способами это онлайн заказ то есть вы делаете онлайн заказ какой-то пределетный момент какой-то предельный день какой-то определенное время а потом вы приходите в кассу еду и эти монеты получаете Это первый способ, а второй способ это онлайн-магазин Но что интересно, то что даже в онлайн-магазине тоже можно приобрести эту монету И не платить за доставку, а тоже получить ее в кассе НБУ Либо заплатить за доставку, и эта монета будет доставлена в любую точку Украины Кроме оккупированных территорий, это Крым и Донбасс Также я им хотел рассказать то, что если вы помните Я жаловался в Национальный банк Украины по поводу того, что я не смог приобрести Вот эту вот интересную инвестиционную монету И я отправил свое письмо 7 сентября Что интересно, то что Национальный банк ответил ровно день в день Ровно через месяц, 7 октября То есть, ну вот, мы работаем по правилам Итак, что же они пишут? Национальный банк Украины рассмотрел ваше обращение Дата 7 сентября Ну и пишут Порядком реализации нумизматической продукции Не предусмотрено Замена статуса Аннулирована на какой-то тот, который ждет оплаты Если вы помните, в день накануне Можно было приобрести тому, кому повезло Монеты в онлайн-магазине То есть, монета, как долго-долго Невозможно было ее положить в корзину Потом невозможно было сделать оплату Потому что кнопка оплаты не работала Я об этом написал жалобу И вот они мне ответили И пишут то, что сейчас С целью выявления этих недостатков Уменьшения Как бы исправления Ну и прочее Национальный банк вместе с компанией Та, которая разработала интернет-магазин Они работают над этими ошибками То, что касательно монет Там 30-летию независимости Украины Они мне предложили обращаться в банки Тут есть список этих банков Если вам интересно Я потом в комментарии напишу Просто список этих банков Но это интересно тем зрителям Те, которые пишут Вернее, те, которые проживают в Украине Значит, это письмо мне прислал Господин Зайвенко Виктор Петрович Это директор департамента Денежного обращения Национального банка Украины Но я так понял То, что порядком реализации нумерматической продукции В случае тогда, когда Некорректно работает интернет-магазин Национальный банк за это не извиняется Ну, потому что это не предусмотрено правилами То есть, никаких извинений они не принесли Как говорится, ноу-мерси Конвертик интересный Такой франкировочка такая Все, ну, на этом, наверное, все Поэтому вот так вот работает наш Национальный банк Но хотя бы у нас есть возможность Приобрести эти монеты И там, скажем так И в интернет-магазине И онлайн заказ Есть другое дело То, что как он работает И это видео Оно имеет название Одна гривна 2021 года Дело в том, что я вам показывал Вот этот вот набор Обиходных монет 2021 года И на момент тогда, когда я писал И это видео И тогда, когда я делал обзор Этого набора Я немножечко ошибся На тот момент были Вхождение монеты 5, 10 и 2 гривны И 2 гривны, про которые я забыл Почему-то я, ну, на момент записи У себя в шкатулке не нашел Потом я отдельно написал Видео, посвященное монете 2 гривны 2021 года И снял это видео И вчера я тогда, когда просматривал Интернет-аукцион Я обнаружил то, что Оказывается, в этом году Была чеканина монета 1 гривна 2021 года То есть Считалось, что Эта монета в этом году Не чеканина Но она вдруг Каким-то образом Появилась в Интернет-аукционе Причем, интересно Ее можно было купить И в роллах И поштучные В наборе со всеми этими монетами И действительно Монета 2021 года Поэтому Тогда, когда я получу Ее, эту монету Когда я ее найду в обиходе Либо в банке И, конечно же, сделаю Отдельный обзор Но получается То, что вот этот Вот наборчик Он уже теряет Свою Как бы Нумизматическую стоимость Так как Вот все монеты Все монеты Были чеканины В этом году Высоких номиналов Кроме 10 копеек И 50 копеек То есть Ну Получается То, что этот наборчик Он в своей цене Нумизматической Немножечко падает Вот такие вот Новости Это совершенно неожиданно То есть Национальный банк Умеет нас, конечно же Удивить Ну и также Мои друзья Те, которые Ну, уже открылись Границы Можно совершенно спокойно И без виз К этому Уже привыкли И Но С сертификатом На прививке Ковид Тот, который Просто загружается В любой Айфон Эти все сертификаты Везде По всему миру Признаются Достаточно Показать Этот код Тот, который У вас есть В вашем Интернет-приложении Вот А, кстати Может быть Кому-то будет Интересно узнать То, что Украинцам Не нужно Не нужен Загранпаспорт Для этого Поездок В Турцию И в Грузию Достаточно Иметь Айди-карточку Для того, чтобы Совершенно Спокойно Попасть На отдых В Турцию И в Грузию Ну Я о другом Мои друзья Мне дали Вот такую вот Копилку К перебору Здесь Полтора килограмма Монет Я уже Немножечко Так Посмотрел Что здесь есть Я тут Нашел Два рубля 1998 года Сейчас попытаюсь Их где-то найти Но где-то они А Ну это Другая монета Вот Там интересно То, что там Орел С припущенными крыльями Это старый герб России Монета Напомню Два рубля 1900 А вот она 90 А это рубль А тут еще и рубли есть Это 2017 год Интересно Так А это что у нас 2009 год Рубль Ну это уже А Вот Тоже интересно Да Вот То есть монета 1 рубль Со старым гербом Новым гербом И также монета С этим Забиякой Простите Забивака Забивака Это монета 2018 года К чемпионату мира По футболу 2018 года Тот Который проходил В России Ну просто Интересная монетка И я уже Вам наверное Рассказывал То что я специально Купил вот такой Вот каталог Монет СССР И России Эти которые Чекали с 1918 года И наверное Я по этому каталогу Что-то проверю Что-то буду там Обращаться к своим Подписчикам За консультацией Для того чтобы Понять вообще Что в этой копилке Содержится На этом Я бы хотел С вами попрощаться Сделать маленький Анонс О том Как Национальный банк Украины Был соучастником Кражи у меня Тысячи долларов Из моего Пенсионного фонда То есть Мой пенсионный фонд Находился в банке Аркада Тот который Лопнул И теперь Оказывается То что Пенсионные деньги Мои Плакали Плакали И об участии Национального банка В этой Афере В этой Афере Тот который Организовал Киев Горстрой Я вам расскажу Следующую Субботу А пока Подписывайтесь Нажимайте на колокольчик Желаю вам Крепкого здоровья И нумизматической Удачи Увидимся Через неделю Пока Пока Продолжение следует